Здарова, мужик, на связи Шамшурин. Вот, очередной раз в пробке, поэтому решил тебе что-нибудь рассказать. Мне, кстати, недавно клиент задавал вопрос, что такое фаст, вообще как это выглядит. Фаст, ну, в двух словах, это быстрый секс. То есть, когда ты знакомишься с девушкой, и у вас как бы не бывает промежутка между знакомством и свиданием. То есть, сразу же вы ведете с ней куда-то посидеть, там, или что-то, и сразу же секс. То есть, фаст может быть, там, в течение двух-трех часов, это нормально, ну, нормальное время. Вот, но бывает фаст гораздо быстрее. То есть, у меня в моей жизни, когда я был помоложе, да, там, года четыре назад, были такие какие-то сногсшибательные фасты, что сейчас я просто вот, вспоминая это, вот, как бы, у меня есть ощущение, что, блин, как будто это было не со мной. Сейчас я реально постарел, я стал каким-то более остепененным. Я, допустим, занимаюсь сексом с девушками, там, не на первом свидании, как я раньше любил это делать. То есть, я просто не ходил на вторые свидания, потому что мне даже, ну, не о чем было поговорить. Я все выдавал на первом. Вот, если на первом не получалось, я просто про девушку забывал и на нее забивал. Вот, и, а сейчас, допустим, я хожу, как на свидание, то есть, на первое свидание хожу. У меня даже нет никакой цели что-то там с девушкой сделать. Я сижу, ее возбуждаю, заинтересовываю, нам классно. Она видит прекрасно, что я сейчас, ну, легко могу ее трогать, не стесняюсь, легко ее возбуждаю. Но она также видит мою непривязанность к результату. На второе свидание я веду их в киношку, допустим, а на третье свидание я просто приглашаю к себе домой на массаж. И эта схема очень хорошо работает. Попробуй, может быть, ты ее тоже применишь. То есть, в последнее время мне больше стало нравиться заниматься сексом с девушкой, когда я ее уже знаю. Как бы, когда я уже несколько раз ее видел, то есть, у меня есть ощущение такое, что как будто это какая-то вот родная мне девушка. То есть, как будто какой-то родной человек. С ней сексом заниматься приятнее. Но мы заговорили о фастах, и сейчас я тебе расскажу одну историю. У меня был и есть такой друг Миша Гринберг, который сейчас живет в Германии уже несколько лет. И я его, к сожалению, там не видел больше двух лет. Вот. И мы с ним чудили. То есть, у нас постоянно были какие-то групповухи в моей машине. Я тогда ездил на десятки, и мы на заднем сидении десятки вдвоем одновременно трахали очень красивых, очень классных девушек. Причем они вообще этого не ожидали. Хотя, честно говоря, я сам иногда этого не ожидал. И вот самый мой быстрый фаст, наверное, пожалуй, ну, да, это и есть самый быстрый фаст. Был такой. То есть, мы приехали там в Самаре в развлекательный центр Кинап. Если кто из Самары, ребята, всем привет, вы поймете, о чем я говорю. Ну, и как бы мы дежурили вот внизу на первом этаже возле туалета, в который ходят все девушки. Там возле ресторана был туалет такой, в который был доступ. И мы все время стояли рядом с туалетом. То есть, нас даже некоторые охранники называли туалетными мальчиками. Девочки, вернее, называли туалетными мальчиками. И охранники нас все время палили, что мы заходим за девушками в женский туалет. А это был нереальный крышеснос, когда ты знакомишься с девушкой. Она говорит, нет, нет, я пошла в туалет. Ты заходишь за ней и там продолжаешь общаться. Вот. И, в общем, Миша пошел за какой-то девушкой в туалет. И я остался ждать его вот здесь вот в тамбуре, в таком коридорчике. И смотрю, стоит прикольная девушка такая в длинном платье, слегка под шофе, такая веселая. Я настолько был тогда разогнан, ребята, что вот все на самом деле зависит от состояния. Можно все, можно реально все. Все, я подхожу к ней, мы начинаем болтать. Буквально 2-3 минуты я начинаю ее нюхать, притрагиваться там носом, губами к ее шее. Я вижу, что она офигенно реагирует. И в итоге, как бы, такой угол, мы зажимаем ее. Приходит Миша в этот момент такой, о, девка тоже ко мне присоединяется. Мы зажимаем ее в углу, она была в таком длинном платье до пят. Мы поднимаем сзади это платье, то есть и стоим, трогаем ее за жопу в углу при всех. Но поскольку мы ее закрыли, как бы ее люди не видят, она спокойна. Она была просто в шоке. Она говорила, что, ребята, вы кто вообще? Вас кто-то прислал, вы стриптизеры, вы там мальчики по вызову. Что происходит? У нее просто были вот такие глаза. Мы же ей говорили, что, ну, слушай, тебе же нравится. Да, то есть просто забей кто мы, просто наслаждайся. Но если бы мне вот это рассказали, допустим, я бы не поверил. Но сейчас я рассказываю тебе эту историю для того, чтобы ты замотивировался, для того, чтобы ты послушал, понял, как вообще бывает, и пошел. И попробовал сделать так же. Разогнался предварительно и попробовал сделать так же. Вот. И, в общем, мы стоим ее лапаем. Каким-то чудесным образом мы ее перемещаем туда, на летнюю стоянку машин, которая была внизу Кинапа. Тащим ее к тачке. Говорим, у нас для тебя офигенный сюрприз, там, супер подарок. Она говорит, что такое? При этом понимает, что, блин, сейчас, наверное, ее будут трахать. Как-то вот с каким-то трудом мы ее затаскиваем в тачку, накидываемся вдвоем на заднем сидении, как обычно это было. Сразу начинаем возбуждать, трахать пальцем, там, лезть куда-то просто. Девушка в итоге немножко отморозилась, такая, нет, нет, короче, не надо. Вылезла из машины, растолкала нас там, хотя она сидела между нами. Вылезла из тачки, в общем, и это. Стоит на улице и не уходит. Миша пошел ее дообрабатывать. Я стою, смотрю, что будет дальше. В итоге она берет телефон, набирает какой-то своей подруженцей, там, Таня, Лена, не помню, допустим, Таня. Алло, Таня, тут такое происходит. Она ей в трубку говорит, что здесь, прикинь, такие парни, которые там делают какие-то нереальные вещи. Приходи сюда, тут такое, тут такое. То есть вот такой вот посыл, такой вот, ебал диалог с этой Таней. Минут через пять появляется еще более офигенная, прикольная, реально, девушка Таня. Очень ухоженная, то есть темненькая. Как выяснилось, у них там какое-то выпускное медицинского колледжа или чего-то такого. Ну, есть медицинского института, не знаю. Это Таня просто подходит, пока Миша дообрабатывает вот ту девку. Я накидываюсь на Таню, начинаю ее там тоже обнимать, нюхать, говорить привет. Сразу же прижимать к себе. Таня просто в шоке. Но Таня, я не сказал бы, что они были пьяные. То есть вполне нормальные, адекватные девки. Это не вот какие-то там пьяные подзаборные шалавы, если ты сейчас можешь подумать. Это Таня тоже просто в шоке. В итоге я затаскиваю эту Таню в машину. Мишка понимает, что та как бы уже бесполезный вариант засадиться с другой стороны на заднее сидение. И мы начинаем ее сразу же возбуждать, трогать. Я не знаю, что происходит в этот момент, да, но... Такое ощущение, что тебе можно все, у тебя нет рамок, у тебя нет границ. Ты просто берешь и трогаешь девушку. И в итоге просто проходит 3-5 минут, и эта девушка вдвоем нам надрачивает просто с обеих сторон. И мне, и Миша. У меня у самого вот просто потом в такие моменты бывает нереальный крышеснос. Я потом начинаю анализировать, как это вообще могло быть, и не понимаю. И тут же через минуту, через две она просто по очереди сосет у нас, то у меня, то у Миши. Это было нереально. Ну, я первым на нее залез, как бы, одел презерватив и думаю, блин, чтобы она никуда не слилась, надо быстрее форсировать события. Мишка обойдется. То есть, я на нее залазил. Ну, прикольный секс, очень ухоженный пирожок, то есть, очень ухоженная девушка. Там очень красивые такие небольшие сисечки. То есть, не знаю, она была реально намного ухоженней той, к которой мы первые подошли. Я кончаю, вылезаю с тачки. Миша, как всегда, делает это очень долго. С криками. Да! 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 То есть, он любил вот так вот трахаться с девками. И я вылезаю с тачки, просто смотрю на ту девушку, которая стоит, вот эта первая, к которой мы подошли. У нее вот такие глаза просто, потому что это была такая летняя стоянка. Вечер, но там было довольно много народа, и мимо ходят люди и смотрят, как машина прыгает. Она просто стояла в шоке, эта девушка. Я выхожу, не знаю, вот ощущение полнейшего счастья, полнейшего просто. В итоге мы ждем, пока Мишка там закончит. Мишка заканчивает, тоже вылазит. Они все-таки потные, разгоряченные, красные. Вылазит эта девушка, которая Таня. И она вот так вот поднимает руки вверх и говорит, у-ху, это мой самый лучший выпускной. Вот эта фраза мне запомнилась на всю жизнь, на самом деле. То есть девушка была довольна, и то, что вот она себе это позволила, это, конечно, благодаря нашему разогнанному состоянию. Ну и просто вот бывает, что вселенная посылает тебе вот какую-то ситуацию, какую-то девушку. То есть, что называется, девушка в карте. То есть, может быть, в другой раз такое бы и не получилось. Это было мега круто, ребята. То есть, получается, что фаз состоялся за 5-10 минут. Вот это, наверное, самый быстрый фаз, который был у меня. И прикол в том, что после этого мы с Мишкой сидим на диванчике такой, на открытом воздухе, рядом с местом, где все танцуют. Смотрим на звезды, что-то думаем о чем-то хорошем. Просто такие два расслабленных, натрахавшихся кота. И там была такая девушка, Света. Вообще, мы ее знали, мы ее периодически видели, все хотели на нее залезть, но у нас никак не получалось. И эта Света, оказывается, тусила там же. И она подходит к нам с подругами. То есть, вот что значит, чем больше у тебя секса, тем больше у тебя секса. Ты повышаешь свою сексуальную энергетику, и девки начинают к тебе тянуться. Они как бы чувствуют, что ты трахаешь их. И она подходит ко мне, к нам с подругами, и такая, привет, мальчишки. То есть, сама идет на контакт, хотя обычно она выпендривалась. Она над нами угорала, что мы такие вот ебаре террористы, а она нам не дает. Говорит, слушайте, мальчишки, а может мне вас, у нее день рождения был? Она говорит, может мне вас пригласить к себе домой на свой день рождения? Ну, такая уже вполне серьезная. И Миша такой, типа, толкает меня в плечо, мол, тихо, подожди, не торопись. И как бы мы решили повыпендриваться, потому что она все это время выпендривалась. И мы решили, что дай-ка мы здесь повыпендриваемся, повыебываемся. И такие, типа, не, не, ну, как бы не надо, мы, пожалуй, обойдемся. И в итоге она такая, ну, ладно, как хотите. А Мишка потом уже такой понял, что мы перегнули палку с этим выпендрежом. Начал ей писать смс, что, Света, у нас для тебя подарок очень хороший, там, давай все-таки мы впишемся. И она такая пошла на принцип, говорит, нет, типа, фиг вам, ребята, я вам предложил. То есть в данном случае мы перегнули палку. Но после такого фаста, который случился в тот вечер, не знаю, это было настолько, ну, настолько пофиг на эту ситуацию. То есть, ну, нет и нет. Вот в такие моменты ты просто, ты чувствуешь себя королем мира, королем жизни. Хотя у меня тогда не было денег, мы и Мишке тоже, мы ходили с ним вдвоем, блин, в каких-то футболках вытянутых, там, которым, не знаю, по три года. Но, как бы, мы чувствовали себя абсолютными мужиками. То есть в то время мы вообще могли зайти в любое кафе, где сидят там парни с девушками. Мы как проводили свое время? Мы брали тачку и ездили по кафешкам. То есть заходим в кафешку, смотрим, есть телки, подходим, прям при всех, садимся к ним за стол. Нету телок, уезжаем дальше. И вот очень прикольное ощущение, когда после таких фастов ты потом заходишь в это кафе, и ты видишь, как абсолютно все девушки смотрят на тебя жадно, с какими-то такими блестящими глазами, как будто у тебя здесь просто написано, я вкусно трахаюсь. То есть даже если они с парнями, они смотрят на нас, их парни смотрят на них, типа, что за фигня, почему девушки смотрят на нас. Очень приятное ощущение, ребята. Что я хочу сказать? На самом деле все просто вот внутри вашей башки. Учитесь себя разгонять, ребята. То есть сознательно, насильно, как бы ни было херово, допустим, ну нет денег там, нет, не знаю, настроения, еще что-то, вы болеете, но прям берете себя за яйца, натягиваете силой на себя улыбку и идете, подходите к девкам. Обязательно вам вселенная пошлет какую-то хорошую девушку, какую-то классную девушку. Я вам в следующий раз расскажу еще про один фаст, вот как раз связанный с моим плохим настроением. Но это будет в следующий раз. Для чего я рассказывал эту историю, да, для того, чтобы вы замотивировались. Вы можете мне не верить, вы можете мне верить, это ваше дело. Вот, но это бывает, ребята. Если этого нет у вас, это еще не значит, что этого не бывает. Если у вас нет Роуз-Ройса, это не значит, что кто-то на нем не ездит. Поймите одно. Если вы не можете сейчас там, не знаю, выжать от груди там 70 килограмм, это не значит, что кто-то не может выжать 150 там, или может вернее. Поэтому берите себя за яйца, вдохновляйтесь вот этими историями, которые я вам рассказываю, и вперед. Соблазняйте девушек, трахайте девушек, стройте отношения, любите. Ребята, жизнь реально очень быстро проходит. Поэтому нужно торопиться. Увидимся, пока. Продолжение следует...